Здравствуйте! В этом видео постараюсь конкретно и кратко рассказать об электричестве в 7 Days To Die. Опустим предисловие. Начинается всё как обычно с крафтов. Нас интересуют категории электрики и ловушек. В категории электрики производство электроэнергии, освещение, а также триггеры, которые активируют подачу электричества. В категории ловушек у нас находятся ловушки. Удивительно. Для большего удобства я разделю видео на небольшие разделы и оставлю к ним тайм-коды. Так вам будет удобнее. Но для начала очень важное предисловие. При постройке базы и тем более при проложении электричества используйте клайм-блок. Он даст вам возможность забыть о ситуациях, когда вы ломаете блок инструментом и получаете лишь часть ресурсов. Просто подходите и подбираете. Клайм-блок в этом плане очень сильно спасает от головной боли. Что ж, производство электроэнергии и подключение. Получить электричество мы можем всего тремя способами. Это бензиновый генератор, аккумуляторный блок и солнечная панель. Пройдемся по порядку. Бензиновый генератор открывается самым первым. Его легко скрафтить и он часто есть в ассортименте торговца. Может производить вплоть до 300 Вт электроэнергии в зависимости от того, сколько двигателя установлено внутри. Каждый двигатель дает 50 Вт энергии. Также нам понадобится бензин. Но его тоже легко купить у торговца, получить из бочек при разборке машин. Также есть возможность создать бензин в химолаборатории. Но для этого нужен рецепт. Далее в списке аккумуляторный блок. По сути все то же самое, что и генератор, вместо двигателя использует аккумуляторы. Качество аккумулятора влияет на количество производимой электроэнергии. У аккумуляторов есть прочность, это его ресурс. По истечению мы перестаем получать электроэнергию и нам остается выкинуть этот аккумулятор, либо же зарядить его с помощью солнечной панели. Концепция здесь очень похожа на аккумуляторный блок. Но для производства электроэнергии нужны солнечные элементы. Они кстати не ломаются. Солнечную панель и элементы к ней нельзя скрафтить. Для решения вопроса нужно обратиться к торговцу. Панель купить не сложно, а вот солнечные элементы попадаются не часто, да и стоят очень, очень недешево. Сама по себе солнечная панель может производить электроэнергию и к ней можно подключать электроприборы. Однако у нас есть возможность заряжать разряженные аккумуляторы с помощью солнечной панели, если подключить солнечную панель к аккумуляторному блоку. И такая структура сможет работать автономно, аккумуляторный блок будет обеспечивать нас электроэнергией ночью, а солнечная панель будет подзаряжать аккумуляторы днем. Хотя если вы спросите меня, я бы разделил источник энергии и станцию подзарядки на два отдельных блока. Подключение электричества производится с использованием стрипера. Его можно легко найти, скрафтить, либо же купить у торговца. С подключением электроэнергии в 7Days все да нельзя примитивно. Самое главное это последовательность. Кстати, в базовых обстоятельствах мы не видим провода. Для того, чтобы их увидеть, достаточно взять стриппер в руки. Он же показывает направление подключенного провода. Берем источник электроэнергии, подключаем к какому-то промежуточному звену, ну и дальше уже подключаем ко всему остальному. Как промежуточные звенья мы можем использовать практически всю электронику в игре. Это могут быть обычные фонари, либо же специальные реле. Реле с электрическими проводами используется как промежуточное звено, а реле с таймером включает передачу электроэнергии в определенный промежуток времени. Важно помнить, что мы не можем подключить в одну энергосеть сразу несколько источников электроэнергии. Поэтому я советую вам разделить вашу базу на отдельные блоки и подключать их к отдельным источникам электроэнергии. Освещение. Тоже довольно простая вещь. И в игре его не так уж и много. Это лампочка, промышленный светильник, промышленная лампочка, светильник дневного света и прожектор. Лампочка является самым простым освещением, потребляет меньше всего электроэнергии и ломается с одного удара. По моим наблюдениям, она является слишком яркой, чего не скажешь об оставшемся освещении. Промышленная лампочка, светильник, либо же светильник дневного света являются достаточно мягкими. Их можно использовать на своей базе без какого-либо лишнего раздражения. Ну и прочность, конечно же. У них она будет побольше. Все освещение можно точечно отключать при взаимодействии. Отдельное место занимает прожектор. Светит ярко, светит далеко и можно регулировать направление освещения. Да и потребление его не такое уж и большое. В общем, для наружного освещения must have. Далее на повестке дня у нас триггеры электроэнергии и автоматизация. Под триггерами я подразумеваю различные соединения, которые приводят электричество в действие. Таким можно отнести выключатель, нажимную плиту, нажимную плиту 1х5, растяжку и датчик движения. С выключателем все, конечно же, просто. Подключил электричество к нему, все остальное запитал от него. Дергаем рубильник, получаем освещение. Нажимная плита подает электроэнергию, если на нее наступить. В настройках интерфейса, кстати, можно выбрать задержку перед подачей электричества и время подачи самого электричества. Вариаций много, все весьма удобно. Прочности у плит не слишком много, но в то же время этого достаточно. Далее растяжка. Тянем провод из точки А в точку Б и получаем подачу электричества при пересечении. У растяжки есть особенность. В интерфейс мы можем залезть от последнего звена. То есть, если мы подключаем от точки А в точку Б, интерфейс открывается в точке Б. Ну и венец электрических триггеров – это датчик движения. Как несложно догадаться, он реагирует на движение. А в его интерфейсе можно выбрать не только задержку, но и направленность, куда будет смотреть этот датчик, а также на кого он будет реагировать. Что ж, поговорим про автоматизацию, которая, я думаю, можно отнести автоматизацию дверей, ворот, ну и систему обороны, конечно же. И она работает со всеми триггерами. Подключаем электроэнергию к триггеру, а потом к источнику потребления электричества, которое нам нужно автоматизировать. Выставляем нужные настройки и готово. Все работает так, как нужно. Однако, что делать, если мы хотим получить автоматизацию не только изнутри, но и снаружи? Для этого нужно подключить электроэнергию сначала к первому триггеру, потом ко второму и уже от второго запитать то, что нам нужно. И вуаля, все работает как часы, хоть и выглядит немножко стрёмно. Не забывайте, что нажимные плиты-растяжки триггерятся не только игроком, но и зомби, чего не скажешь о датчиках движения. В них мы можем выбрать, на кого будет реагировать датчик движения и тем самым обезопасить себя. Поговорим про ловушки. Электрозабор, дротикомет, ловушка с клинками и турели. Все ловушки можно скрафтить, купить или иногда получить в коробке, как награду или лут. Что ж, начнем с дротикомета. Довольно простая штука, которая представляет собой блок, имеющий направленность. И в этом направлении он стреляет дротиками. Сами дротики очень легко открафтить в кузнице. В него можно подать электричество напрямую, и он будет стрелять, пока не закончатся боеприпасы. Либо же подключить к какому-то триггеру, как например датчик движения, нажимная плита, либо же растяжка. Используется он не так уж и часто, потому что имеет узкий спектр применения. Ну, так или иначе, вы можете использовать дротикомет в планировке своей защиты. Ловушка с клинками. Штука довольно интересная. Занимает площадь 3 на 3 блока и не нуждается в триггерах. Просто подключили, и она сама себя развлекает. Однако я использую их редко по одной простой причине. Уроны не дают в зависимости от того, насколько близко зомби находятся к центру этой ловушки. Если он пройдет по краю, он получит всего 1 или 2 тика от ловушки, но если он будет в центре, получит гораздо больше урона. Ну и плюс ко всему, эти ловушки хоть и имеют нормальный запас прочности, но во время кровавой луны довольно быстро выходят из строя. Их надо чинить, а зомби имеет свойство ломать все подряд, демолишеры зомби копы взрываются и могут сломать ее насовсем. Крафты починка не самые дешевые, да и электроэнергии потребляют достаточно много. В общем, штука интересная, штука очень аутентичная под сеттинг постапокалипсиса, но не самая удобная в применении. Электрозабор. С моей точки зрения, одна из самых эффективных ловушек. И эффективна не просто потому, что хорошо противодействует зомби, а потому, что она безумно дешевая. Починка простая, и если электрозабор сломался, ничего не стоит скрафтить новый, либо же купить у торговца еще десяток-другой. Благо, они там попадаются достаточно часто. Они не требуют какого-то особого обслуживания, никаких боеприпасов, просто подключаешь электричество и используешь. Еще и расход электроэнергии не очень высокий. С электрозабором тоже есть несколько моментов. Первый, это его прочность. И второй, подключение провода. Пройдемся по порядку. Учитывая скромную прочность электрозабора, по-хорошему размещать его за стеной, либо же покрывать каким-то защитным коробом, из условного люка и плиты. Такая защита не идеальная, но хотя бы сможет защитить от дурости зомби, каких-то рандомных взрывов, либо же плевков зомби-копа. Ну а говоря про подключение, давайте начнем с максимального расстояния. Максимальная длина подключения электрозабора такая же, как и у подключения всей другой электроники. Это 14 блоков между ними. И не бойтесь, если провод начинает гореть красным. Просто отойдите немного назад и подключите с расстояния. Сама же специфика подключения электричества здесь довольно простая. Для начала подмечу, что электрозабор находится довольно высоко, поэтому советую ставить его либо же верх ногами, либо же на блок ниже, чтобы он дамажил зомби-собак и зомби-ползунов. Это вам сильно поможет. Ну а подключение провода здесь происходит следующим образом. Подключаем электричество к первому звену, а сам провод, который будет бить зомби, протягиваем к остальным звеньям. То есть при большом желании вы можете сделать что-то наподобие перекрестного электрозабора, но я так делать не советую. Почему же? А тут действует одно важное правило. Урон получает последнее подключенное звено. Поэтому, если вы будете подключать электрозабор перекрестным способом подключения, урон будет получать все электрозаборы. Ну а если одно промежуточное звено сломается, защита отключится. В случае, если вы будете прокладывать от одного электрозабора только один напряженный кабель, урон будет получать только последний. В своих базах я использую именно такую специфику, устанавливая один электрозабор и уже от него запитывая все остальные звенья, которые будут бить током. Либо же использую одно звено на один электрический кабель. То есть слева у меня находится электрозабор, подключенный к электричеству, а справа электрозабор, к которому я тяну кабель под напряжение. Таким образом, про левую сторону я забываю, а к правой у меня зачастую подведен какой-то доступ, для того, чтобы я мог спокойно чинить эти электрозаборы во время кровавой луны. Ну и последнее в нашем списке – турели. Турель из дробовика и турель из ПП. Именно в такой последовательности они изучаются. Имеют похожий функционал, как и у датчика движения. Можно выбрать направление, куда будет смотреть турель, а также в кого она будет стрелять. У турели есть слот под боеприпасы, в который можно положить только базовые боеприпасы, как, например, обычный дроб для дробовика, либо же базовые 9-мм патроны. Экспансивки, либо же бронебойные запихнуть туда нельзя. Для экономии электроэнергии можно немножко извернуться и подключить турель от датчика движения, с такими же настройками цели. Таким образом, турель будет потреблять электроэнергию не всегда, а лишь тогда, когда перед ней кто-то появится. Такая система очень удобна при защите вашей крыши от условных стервятников, потому что турель должна работать всегда, ну а с другой стороны стервятники там пролетают, ну не так уж часто. В общем, возьмите себе на заметку. По итогу, могу сказать, что я почти всегда использую турель из ПП для того, чтобы сбивать стервятников на крыше. Но против зомби я их использую не так уж часто, стреляют они не так метко и убойно, как хотелось бы. В общем, развернуть серьезную оборону можно, но я не сторонник таких инициатив. А на этом у меня все, и пусть это видео не является каким-то откровением и не несет в себе эксклюзивной информации, надеюсь, оно поможет вам при планировании вашей системы обороны и постройке базы. Всем спасибо за уделенное внимание и до свидания.